Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Значит, в отношениях только две недели парень стал загоняться по поводу моего прошлого опыта в отношениях, его не устраивает, что кто-то раньше был. Сам он на разводе говорит, что женщина для него храм, у нас отношения очень быстро стали развиваться, каждый день виделись, познакомился с родными. Недавно он сказал о расставании из-за своих загонов. Мы поговорили, и он решил взять паузу, он думал, парень встретился, и он сказал, что он тяжелый человек, его загоны будут всегда, что слишком часто видим, что он не успевает делать дело, а он девушкам доверять не может, он вот не верит и все, сказал, чтобы я обдумал, а я даже не знаю, как быть. С ним не будет именно хорошо. Интересно, я рядом с ним расцветаю, но его загоны. После развода прошло два года, браком был один год, прахрана сказала, что у девушки желательно не должны быть партнеры для него, он не может спокойно принять право, что его гложет. Тот факт, что у девушки был кто-то еще, он и бывший, женя насчет этого делал мозг часто, сказал, что у него ко мне платоническая любовь, возможно, лишь что она прерастет. еще и будет страсть. Смотрите, значит, есть здесь два момента. Первый момент, это, собственно, его собственные какие-то переживания, да, его собственные какие-то проблемы, вот, это один момент. И второй момент, это момент, связанный с вами, то есть, это связано с тем, вот, именно, что вам с ним хорошо, вот, что вы, как вы говорите, значит, расцветаете, вот, и вот тот факт, что вам с ним хорошо, так, что ваше состояние с ним довольно сильно меняется, вот, этот факт делает вас зависимой и, собственно, этот факт мотивирует вас задавать этот вопрос по поводу молодого человека. человека, потому что логично, что, ну, если мужчина не может принять что-то в вас, да, вот, то совершенно логично, что вы друг другу не подходите, совершенно, совершенно логично, что его чувства, да, они вот, ну, недостаточно, недостаточно, получается, сильны, да, для того, чтобы человек, вот, как-то, ну, принял, принял то, что вот у вас, значит, было, ну, были какие-то отношения в прошлом. И, в общем-то, да, логично, что люди расстаются, вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что прошлое не изменится, ну, вот, а человек, вот, к своим собственным, как он же говорит, как он же говорит, за годом относится, как к чему-то, ну, такому постоянному, да, то есть, менять, меняться он, судя по всему, не собирается, вот, идти к психологу, да, и работать над своей проблематикой, мы мотивов на него не видим, вот, хотя это, ну, откровенно, получается, им мешает, и, в общем-то, не дает получать наслаждение, вот, общение, допустим, с вами, да, и так далее. Вот, тут хорошо, то, что человек прямо, откровенно об этом сказал, да, то есть, сказал, ну, как есть, вот. Очень часто люди ведут себя куда более закрыто, в этом смысле, то есть, они, вот, не говорят, вот, они предпочитают, значит, как-то вот, ну, как-то, как-то, как-то рационализировать это, предпочитают, как-то сделать вид, что это проблема, там, у партнера, вот, так что в этом смысле можно мужчину поблагодарить за честность и вот за такую какую-то откровенность в этом смысле, это очень здорово, вот. Значит, по поводу того, что вы с ним расцветает ли вам с ним хорошо, да, я думаю, что то, как поступить вам в этой ситуации, вот, сейчас вмешает, как раз таки, как раз таки, вот, то, что ваше состояние с ним меняется. И я думаю, что вам необходимо разобраться с тем, как именно меняется ваше состояние с ним. И почему, вот, вам необходимо взять контроль над этим, то есть, ну, вам необходимо самой управлять своим состоянием, да, вот, чтобы это не зависело от, ну, от кого бы то ни было. Потому что, ну, вы, получается, не свободны в этих отношениях уже. Потому что вы привязаны, вы привязаны к человеку за счет того, что, вот, значит, нахождение рядом с ним, ну, на вас влияет. Вот. И это, в свою очередь, мешает вам принимать решения, вот, принимать, значит, какие-то элементы реальности, вот, да, потому что, ну, вот, вы, что называется, а, лично, да, заинтересованы, допустим, ну, в отношениях талибана. Уже сейчас по вашему тексту, в принципе, видно, что вы нацелены больше, так, не на себя, да, в этой ситуации, а на молодого человека и, вот, спрашиваете о том, а вот, изменится ли он, вот, перерастут ли его, его, ну, чувства, да, там, страсть и так далее. Вот. Это очень тревожный звоночек, который свидетельствует о том, что у вас происходят нарушения личных границ, и вы, ну, вот, как бы, можете закатить здесь к слиянию. Вот. Слияние, а, значит, с, ну, мужчины, вот, на мой взгляд, это, это, не очень, не очень хорошо, вот, на мой взгляд, это не очень хорошо, на мой взгляд, это совсем не хорошо для вас, вот, и я думаю, что необходимо это скорректировать, вот, чтобы обрести какую-то свою функцию самостоятельно, в отношениях, вот, потому что, а, ну, это может принести вам только страдать. Вот. А лично я вижу, эм, возможные, возможное развитие эм, данной ситуации, таким образом, что эм, мужчина, эм, значит, столкнется с, с соблазном, эм, вами манипулировать, если вы, если вы, эм, как-то вот, ну, покажете ему, да, продемонстрируете ему, эм, то, что он вам важен. Вот. То есть, начнутся какие-то условия, эм, вот, начнутся какие-то, э, требования, вот, эм, благо, практика такой, э, такие случаи знает. Вот. При этом, ну, не нужно думать, что человек, э, какой-то, э, плохой, злой и так далее, просто это, вот, если отношения выстраиваются по, э, э, не совсем здоровым, э, значит, ну, позициям, вот, то, э, э, значит, и, реагирование, э, происходит, э, вот, тоже, к сожалению, не совсем здоровое. Вот. Поэтому, э, э, прямо, прямо сейчас, прямо сейчас, э, мне кажется, вам нужно уделить максимальное внимание на то, как меняется ваше состояние. И, э, э, всем связано. То, что вы, по вашим словам, э, значит, расцветаете с этим человеком, вот, потому что очевидно здесь, что, речь идет о неких ваших, э, о, о, как, ну, каких-то, вот, которые, э, соответственно, вам хочется реализовывать, это абсолютно нормально, только сейчас между вашими потребностями и их удовлетворением лежит в виде такой прослойки факт человека. Необходимо это убрать, чтобы вы стали более самостоятельно, а дальше вы сможете уже решить, как вам в принципе можно действовать в этой ситуации, как вы можете поступать в этой ситуации и так далее. Как-то так, значит, необходимо понимать, что самостоятельно, то есть самим собой, эти так называемые загоны у молодого человека не исчернут, вот, они убудут эти загоны и они исправятся только, ну, грубо говоря, уйдут только если мужчина начнет работать с психологом. Вот. Если человек как-то сомневается, да, нам, душуется и прочее, вот, то вы можете предложить ему в принципе вместе психологу, может обратиться вот вдвоем, так оно для некоторых проще, вот, особенно, может быть, для мужчин проще, вот, ну, начать. А там уже, в принципе, дальше пойдет на что-то само, вот. А чего бы я еще опасался, пожалуй, пожалуй, в этой ситуации, это то, что выбираю такого человека, то, что вот мужчина, ну, по сути, который видит, видит в вас, значит, ну, женщину только, очевидно, раз он, там, ревнует, да, и прочее, вот. Значит, этот человек вам понравился. Вот. Ну, не иначе как вы, вот, в какой-то степени, да, сами себя можете обесценивать здесь, вот, то есть, вот, ну, как-то вот вы себя можете принижать, скажем так, вот. Поэтому тут очень важно подтянуть вашу самооценку, вот. Подтянуть ее, чтобы все-таки вы выстраивали отношения на более таких вот, зрелых, да, более ценностных основах. Поэтому вполне вам нужно, что психотерапия, ну, да, еще и вам в том числе. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Обращайтесь. 처� CCTV. Продолжение следует...